Доктор Уолзер добирался на джипе из Улан-Батора до национального парка Гоби, а потом еще двое суток шел пешком вместе с напарником. Нелегкое путешествие, но без этого не может быть, кто бы хотел увидеть в этих осторожных людей и в свободе. Доктор Уолзер, один из главных организаций. Доктор Уолзер, один из организаторов проекта «Повторная климатизация» для того, чтобы изучать этих пугливых животных, нужно набраться терпения и не приближаться к ним слишком быстро. Возможность посмотреть диких лошадей, получивших свободу, оправдывает долгий и трудный путь, который пришлось проделать людям. Угливые лошади предпочитают держаться на открытых равнинах, понимая, что здесь меньше, чем в горной местности, шансов встретиться с пищниками, например, с волками. Они спокойно пережидают дневную жару, разбившись на небольшие группы. Эти уникальные степные лошади обязаны своим названием русскому полковнику Николаю Михайловичу Пржевальскому. Они отличаются невысоким ростом, короткими ногами и жесткими стоячими гривнями. Лошади Пржевальского вместе с тарпанами, вероятно, являлись предками наших домашних лошадей, родоначальниками многочисленных пород, которые существуют сегодня. Это, так сказать, лошадь в чистом виде. Лошадь Пржевальского обитает в этих глухих местах вместе с верблюдами, но кроме них на здешних суровых равнинах почти нет крупных плекобитающих. Это другой обитатель местных пусты, двойник юридный брат у лошади Пржевальского, элегантный кулан или азиатский дикий осел. Как и большинство диких лошадей в мире, куланы и лошади Пржевальского оказались в опасности, когда в местах их обитания появились люди, ставшие безжалостно охотиться на них ради мяса и спортивного интереса. Тот факт, что лошадь Пржевальского являлась последним видом диких лошадей, делал ее особо желанной добычей охотников за трофеями. Не понимая, с какими уникальными животными они имеют дело, охотники уничтожали сотни лошадей Пржевальского. К счастью, в начале 20 века немецкий торговец с животными Карл Хагентаг организовал экспедицию с цепью от лова нескольких этих лошадей для показа публики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова